Здравствуйте! Я рада вас приветствовать на канале обзора на Незазорно. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Всем огромный привет! Мы сегодня поговорим про влоги канала Барракуда. И прежде чем приступлю к своему обзору, попрошу вас нажать на колокольчик, подписаться на мой канал и поставить лайк моему обзору. При желании поделитесь, пожалуйста, моим обзором у себя в своих соцсетях или вообще алкограмм и мессенджерах. Ну а мы переходим к каналу Барракуда. Паштет дегустировать Марина зовет Эмиля. Паштет они купили еще пару дней назад. Но так как у них нет холодильника, приходится есть все и сразу. Паштет оригинальный, вроде как печеночный, но Эмиль поценил, говорит, я печенку не люблю, а тут прям печенки не чувствуются. Очень вкусно, очень классно. Поверх паштета какие-то приправы. Эти приправы берет Марина пальцем, естественно, намазывает на бутерброд. В общем, вкусно все. Обалденно вкусно. Вместе с микробами, которые были на руках. Хотя, чему я удивляюсь, если Марина не брезвует есть после кошки из этой же плошки и пить чай из той чашки, из которой пьет кошка, то да, все абсолютно нормально. Пальцем намазать что-то на бутерброды и есть, потом это в порядке вещей. Конечно, Эмиль оценил это дело, говорит, да, тоже вкусно, хорошо, приправы ему особо понравились. В общем, все довольны. И этот паштет разделили как-то вот очень интересно на две части. Я очень надеюсь на то, что они съели одну часть, да, половинку. Я очень надеюсь на то, что другую половинку все-таки отдадут маме и Ане. Я очень на это надеюсь. То есть, я смотрю так в последнее время, что Марина не готовит, она готовит в основном на себя. И говорит так, когда-никогда, говорит, мол, мама не захотела Эмиль, ну да, баба, мол, как всегда, она ничего не хочет. Я никогда не поверю в то, что они ничего не хотят. Может быть, в силу возраста или, не знаю, в силу малоподвижного образа жизни, возможно, мама Эмиля ничего, простите, бабушка Эмиля ничего не хочет. Но Аня, как это возможно? И маму Марины надо кормить насильно. Я думаю, хотя бы один раз в день надо в нее что-то впихнуть. Но нет. Марина этим вообще не задается вопросом. А Эмиль рад стараться. Им меньше достанется, а то ему больше будет. Хотя он сейчас говорит, что он вроде как худеет, ему сейчас надо меньше есть. Но ему сейчас надо меньше есть. Вы знаете, какой картошки? Меньше есть картошки, которая отварена и обжарена. Вот обжарен он не хочет, а отварен он ест. Да. И совсем не меньше в тех количествах, что и ел. Ой, конечно же, все в одной тарелке у Марины. И это картошка, и какие-то оладушки, и салат, и чего там только нет. В той тарелке и все это дается Эмиле, и мы с удовольствием все это поедаем. То есть для них это все в норме вещей. Вот так вот все в кучу смешать и есть. Относительно паштета, Эмиль резюмировал, говорит, не вонючий паштет. Не, вообще нормально? То есть они брали такие паштеты, которые воняли. То есть они были уже даже не в скидке, а их просто уже выбрасывали что ли. Или у них все, что они берут в скидке, обычно воняет, а тут прям повезло, говорит, не вонючий паштет. Свекольник вчера вот они приготовили, который. Сегодня есть остаточки, которые Марина. Свекольник, да-да, тот самый с фрикадельками, разогревает на печке. Вот, и вы знаете, на что обратила внимание? Эмиль показывает, вот свекольник, вот чай. Вместе фильм был, вот хибара, вот мегера. Старый советский фильм, честное слово, не помню, как называется, но фраза чудесная. Речь шла о доме и его хозяйке, говорит, вот хибара, вот мегера. И стала копать огород. Огород копается, это надо видеть. Во-первых, его хорошим перекопать надо было бы еще и с осенью. Но осенью видна. Ну, не доходили руки у них до огорода, и, конечно же, никто им не занимался. Перекапывают сейчас. Но копают, не уверена, что что-то взойдет. Тем более, там такая земля не очень хорошего качества, как мне показалось. Какая-то у нас углинистая, а для астр больше все-таки песчаная какая-то земля подойдет. Ну, посмотрим, что, конечно, вырастет. Хотя, в принципе, я очень сомневаюсь, что там хоть что-то может вырасти после такой чудесной посадки. Нам не показали, как она сажала патиссоны. Если она их сажала точно так же туда, я могу себе представить, что уже вырастет. Перцы хочет посадить что-то, морковку. Говорит, уже посадила. Интересно. Как по мне, так морковка сеется, не сажается. Если она снова так же хоронила, как семена астры, вот такими губами она закапывала эти семена морковки, то могу себе представить, что будет у нее в итоге. В общем, мне страшно за посадки эти. Очень страшно. Огородный перекоп, он весь, как я уже сказала. Земля ужасно твердая. И не знаю, что там у них вырастет. Копают только там, где им надо. Все в бурине, все в сорняках. Хорошо, хоть убрали доски какие-то, которые у них там были. Хоть это хорошо. Так вообще, я не знаю. Если бы, наверное, не съемки, то они сажали бы так поверх всех досок. Так вот доску какую-нибудь убрали бы в сторону. Там вот копнули бы раз. Туда что-то посадили, засыпали, сказали. Ну все, мы молодцы, мы все посадили. Я не знаю, как они это все будут поливать. Воды у них нет, водопровода нет. Что у них там может вырасти, я не знаю. Просто не понимаю. И Марина говорит, вот сейчас скажет, что я все неправильно сажаю хейтеры. Ну, я себя, конечно, хейтером не считаю. Хейтер тот, кто ненавидит. Я не могу сказать, что я ненавижу каналы, да, которые я обозреваю. Просто они дают повод поговорить о них. Вот. И говорит, вот хейтер скажет, что мы сейчас неправильно сажаем. И я, да, тут сейчас скажу. Хоть я не хейтер, но я скажу, что да, они неправильно посадили. Ну, она говорит, их канал не умный. Умные каналы это другие каналы. Так что, кто хочет что-то знать и увидеть умное, пожалуйста, добро пожаловать на другие каналы. Нечего ловить на канале Барракода, если вы хотите что-то умное увидеть. Так Марина нам и сказала, да. Наука, космос, исследования, это все туда, на умные каналы. А Марина канал, поскольку постольку, он просто Барракода, он какой есть. Говорит о жизни, блоговый канал. И, мол, к ней претензий никаких не должно быть. Ой, ужас какой-то. Потом она достала из кармана еще одни семена. Думаю, посадки не прекращаются. Гагашары. Что это такое, Марина впервые в жизни видит и слышит. Прочитать она, конечно, не может с первого раза. Как она читала, так, конечно, отдельная история. Кому интересно, посмотрите. Это пересказывать, ну, не знаю, я не смогу. Потому как она одно слово гагашары прочитала, наверное, да, это я неправильно прочитала. Раза с пятого или с шестого, пока Эмили не сказала, давай я прочитаю. Говорит, ну, вот гагашары, да, ну, что тут такого. То есть Марина никогда не видела и не слышала про такой сорт перца, как гагашары. Даже не сорт перца, а разновидность. Как гагашары. И хорошо сладкие. Потому как гагашары бывают очень перченые. Хорошо сладкие, значит, не разочаруется Марина в них. И, опять же, перцы очень плохо всходят, в принципе, долго очень. И желательно, конечно, рассадой высаживать. И, конечно, ухаживать за рассадой. Вон Света Коресникова и та рассаду перца будет высаживать. А Марина, и еще в теплицу наверняка Света посадит. А Марина сажает все непонятно как. И сразу семенами. И потом думаю, это странно, почему у меня ничего не проросло, ничего не выросло. Где мой урожай? Ой, короче говоря, беда-беда, огорчение. Ну, это Марина, да. Посмотрим, что у них вырастет. Возможно, я ошибаюсь. Возможно, и такая посадка имеет место быть, правда? Люди по-разному сажают. Возможно, у них что-то и взойдет. Если, конечно, чудо произойдет, то у них все взойдет. И почему Эмилю бы не взять с осени перекопать весь огород? Ну, или сейчас весной по весне, да, взять и перекопать. Он большой, сильный парень. Почему нет? Почему он ходит с камеры и наблюдает за тем, как Марина копает огород? Ну, копает огород, опять же, громко сказано, часть огорода, да, где она хочет похоронить семена. В общем, короче говоря, странные садово-огородные какие-то работы у этой семьи. Очень странные. Ну, и мне, конечно, непонятно. Кстати, отчасти про их посадки я говорила в своем предыдущем влоге в стихах. Можете, если есть желание, посмотреть, прослушать. Уникально, конечно. Они все сажают. Все не как у людей. Ну, вот такой вот получился у меня обзор. Если он вам понравился, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал.